Я читаю книгу Судей, главу пятую. В тот день воспела Девора и ворак сын Авинаамов сими словами. Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, брецаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Идомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Во дни Самегара сына Анафова, во дни Иоили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать, в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил к вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, ворак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, за тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар, так же, как и ворак, бросился в долину пеший. В племенах Рубимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяния стад? В племенах Рубимовых большое разногласие. Галаат живет спокойно за Иорданом. Идану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристани своих живет спокойно. Завулон народ, обрегший душу свою на смерть, и нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские фанаахи у вод мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сесарою. Поток Кессон увлек их, поток Кедумим, поток Кессон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его. «Прокляните Мироз», — говорит ангел Господень, — «прокляните». Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. «Да будет благословенно между женами и Аиль, жена Хивера Киньянина. Между женами в шатрах да будет благословенно». Воды просил он, молока подала она, в чаши вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал, где склонился там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарня сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои «Верно они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда, Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Тогда погибнут все враги Твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей, и покоилась земля сорок лет.